В детский дом, принимая друзей, в густи к малышам пришли самые близкие и уже родные люди. Нет, это ни мама и ни папа. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия, военная милиция и представители городских предприятий. Для них делать хоть немного счастливее оставленных малышей стало уже доброй традицией. Мы стараемся всегда опекать этот детский дом и оказывать и материальную, и нематериальную поддержку этим деткам. И хочется, конечно, пожелать, чтобы в следующем году они на самом деле обрели свои семьи. От чистого сердца мы этого, конечно, желаем. Ну и спасибо им огромное за ту сказку, которую они сегодня показали нам. Они очень серьезно готовились. И они нас, как я сказал, окунули в детство. И мы все взрослые тоже, скажу так, ну очень хорошо воспринимали эту сказку. И, наверное, как дети аплодировали и Снегурочке, и Деду Морозу. Дети и взрослые подготовили настоящее представление. Готовились долго и упорно. В сказке про царя Гороха приняли участие все от мала до велика. Гости оценили масштаб и актерские способности после подарки. Их в этом году даже и не счесть. Так, с кого начнем? В комнаты новенькая мебель, на кухню протирочная машина, в кладовую два пылесоса. А еще все самое необходимое детскому дому, начиная от стирального порошка, заканчивая спортивным инвентарем. Наши дети всегда ждут Новый год, и не только Новый год. Все праздники мы рады, потому что для них это сказка, для них это радость. И они окунаются не только сами, но и дарят нам этот праздник. Это тепло, это радость, это радость детства, это вкус детства. Поэтому мы всегда рады нашим гостям. Сейчас в Абрусском детском доме воспитываются 44 ребенка. Все они по-прежнему верят в сказку и ждут исполнения своей самой заветной мечты, которую не напишешь в письме Деду Морозу. Найти маму и папу. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.